В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях сегодня начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. Алла Александровна, здравствуйте. С июля 2016 года действует новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Расскажите, пожалуйста, чем вызвала необходимость введения нового порядка? Ведь старый работал порядка 20 лет. Здравствуйте, Алена. Действительно, как вы отметили, порядка 20 лет действовал порядок, который утверждал денежный расчет с населением, в том числе с использованием платежных карт. Но я хочу отметить, что порядок этот был очень трудоемкий, громоздкий, не отвечал требованиям времени. И, наверное, все-таки самое главное, на что хотелось бы обратить внимание, он позволял недобросовестным предпринимателям осуществлять мошеннические действия с выручкой. Но, в первую очередь, это было связано с тем, что информация о платежах, то есть о всех расчетах, о выручке, скажем так, предпринимателя-бизнесмена, они направлялись в налоговый орган один раз в году. Эти показания снимались и предоставлялись на физическом носителе. Но, конечно, недобросовестные бизнесмены этим пользовались. И получалось, что у нас изначально в неравных конкурентных условиях находились добросовестные предприниматели, которые честно ведут бизнес, показывают всю свою выручку, и те, кто действительно совершал такие незаконные какие-то операции с выручкой. Вот этот новый порядок применения контрольно-кассовой техники, который вступил в силу с 16 июля прошлого года, он как раз и призван в первую очередь сделать прозрачными сферу услуг, в первую очередь, сферу торговли и услуг, поскольку действительно, наверное, большинство из злоупотреблений всегда у нас в плане выручки и так далее идет по этим сферам обслуживания населения. Ну и, конечно, что еще? Этот закон призван не только раскрыть информацию для налоговых органов о том, какие доходы, какая выручка у предпринимателя, но и обезопасить и потребителя, поскольку потребитель теперь уже имеет возможность не только получить бумажный чек, но и имеет возможность в случае его потери получить в электронном виде, но об этом мы будем отдельно еще говорить. Ну и, конечно, создает самое главное – это равные условия для всех представителей бизнес-сообщества. То есть главное нововведение этого нового закона – это электронный чек, верно? Ну, не совсем так. Значит, вот как раз федеральный закон, который вступил в силу 290 ФЗ, он определяет в первую очередь уже по-новому само понятие контрольно-кассовой техники. Теперь это электронно-вычислительная машина или компьютерное устройство, которое не просто имеет возможность накапливать информацию о платежах и выдавать вам чек, но еще и передавать эту информацию в режиме онлайн в налоговую службу. Ну и, естественно, что при этом условии необходимо, чтобы контрольно-кассовая техника была подключена к интернету. Поэтому мы говорим, что сейчас такое название можно встретить как электронная касса или онлайн-касса. Это вот как раз касса нового образца. Это действительно так. Без интернета, в общем-то, весь теряется весь смысл применения данной контрольно-кассовой техники. Ну и еще хотелось бы здесь как бы отметить, что вот этот порядок, он не только утверждает понятие контрольно-кассовой техники, но и сам порядок передачи. То есть он тоже сейчас, скажем так, выглядит несколько иначе. Здесь у нас с вами появляется так называемый оператор фискальных данных. Это та организация, которая уполномочена как раз эту информацию о платежах передавать от бизнесмена, от контрольно-кассовой техники, скажем так, в налоговую службу. Собственно, ну вот два таких ключевых изменения. Есть ли те, кого освободили от применения контрольно-кассовой техники электронной? Да, действительно, новый закон, он, в общем-то, и в отдельных моментах он утверждает те виды деятельности, при которых и не применялась контрольно-кассовая техника. Это, например, розничная продажа, разносная торговля, продажа розничной газеты, журналов, киосках. То есть, в принципе, они как не применяли контрольно-кассовую технику, так они сейчас ее, значит, как бы не применяют. Ну, плюс еще вот сейчас добавились, скажем, тоже достаточно распространенный такой вид деятельности. То есть, это изготовление ключей, металлической галантерии, вот как бы эта категория, да, они тоже, в общем-то, не обязаны использовать контрольно-кассовую технику, ну, только если у них, скажем, там есть какое-то желание. Она подключена к интернету. Вот что делать тем предпринимателям, которые в отдаленных уголках нашего региона? Хороший вопрос. У нас утверждался в начале года правительством Рязанской области перечень, точнее, скажем так, два перечня. Первый перечень – это перечень местностей, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику, так называемые отдаленные и труднодоступные местности. И второй перечень – это те местности, в которых возможно применение контрольно-кассовой техники, но в автономном режиме. Ну, что это означает? То есть, без передачи данных в режиме онлайн, вот в электронном виде, как мы сейчас вот с вами об этом говорили, да? Это так называемые перечень местностей, удаленных от сетей связи. Вот эти перечни как раз утверждают те районы, да, те населенные пункты, городские поселения, сельские поселения, да, где либо вообще не должна использоваться контрольно-кассовая техника, ну, естественно, по желанию она может использоваться, да, налогоплательщики, предприниматели. Вот. И там, где она применяется вот в таком автономном режиме. Ну, я хочу сказать, что это достаточно большие перечни. Что касается тех местностей, где можно не применять контрольно-кассовую технику, то это более двух тысяч населенных пунктов Рязанской области, да, это действительно очень большая цифра. Понятно, что в городе Рязани это однозначно, так сказать, применение, да, контрольно-кассовой техники в соответствии с том порядком. Вот. Так вот, я призываю их все-таки не полениться и посмотреть этот перечень, да, то есть узнать, какие местности туда входят. Этот перечень находится в свободном доступе на сайте правительства Рязанской области. Также можно его легко посмотреть у нас на сайте налог.ру. Более того, я хочу сказать, что у нас на сайте действует очень хороший раздел «Новый порядок применения ККТ». На главной странице есть ссылочка на него. Вот там можно найти все, начиная от федерального закона 290 ФЗ, о котором мы с вами говорим, и, собственно говоря, заканчивая перечнем операторов фискальных данных, услугами которых можно воспользоваться. Закон предусматривает поэтапный переход на новую контрольно-кассовую технику. Вот как он будет происходить? Действительно, вот мы говорим о том, что все-таки было бы достаточно затруднительно перейти одномоментно на такой серьезный, да, новый порядок применения контрольно-кассовых аппаратов, скажем, которые, ну, действительно требуют каких-то организационных моментов, да. Поэтому было предусмотрено, что будет проходить несколько этапов. Вот, скажем так, ну, сейчас мы находимся на стадии второго этапа. С 1 февраля 2017 года предприниматели уже не могут зарегистрировать старую контрольно-кассовую технику. Все, такая возможность у них отсутствует. Значит, до, с 1 февраля до, но, тем не менее, с 1 февраля до 1 июля 2017 года, да, есть возможность ее использовать, эту старую контрольно-кассовую технику, если она у вас, как бы, да, со сроком подходящим по этим датам. Вот, но если вы приобретаете новую контрольно-кассовую технику, то вы уже сейчас ее регистрируете именно вот так, как предписано уже нам новым федеральным законом. Ну, и здесь вот хотелось бы, наверное, все-таки немножко, прям, несколько таких нюансов осветить нам. Что касается регистрации новых контрольно-кассовых аппаратов, да, ну, понятно, что они подключаются у нас к сети интернет, да, но это, наверное, не самое главное. Самое главное – это все-таки заключение договора с оператором фискальных данных, который имеет соответствующую лицензию ФСБ и уполномоченно передавать данные, она шифрует их, да, то есть, соответственно, у нее именно лицензия на передачу вот этих данных в зашифрованном виде, в закрытом режиме. Вот, собственно говоря, наверное, это единственная такая статья расхода теперь для предпринимателя. То есть, именно заключить вот договор на передачу данных с оператором фискальных данных. И что касается штрафов, изменятся ли санкции в отношении нарушителей? Да, действительно, хотелось бы обратить внимание, что внесены изменения в административный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. И в определенных, значит, моментах повышены штрафные санкции, да, наступает 1 июля 2017 года, да. Те предприниматели, которые обязаны применять ККТ, да, но не обзавелись новые контрольно-кассовые техники, они не должны вести деятельность. То есть, вот это четко надо понимать и заблаговременно проработать все вопросы, связанные с приобретением контрольно-кассовых аппаратов. Вот, опять же, здесь хочу обратить внимание, во-первых, это все-таки время, да, чтобы заказать новую контрольно-кассовую технику, чтобы вам ее привезли, да, это где-то полтора-два месяца, да, плюс, значит, заявку на регистрацию. Регистрировать можно самостоятельно через кабинет, личный кабинет налогоплательщика на нашем сайте налог.ру, можно это делать на сайте оператора фискальных данных, да, то есть, в общем-то, возможности есть. И, кроме того, хотелось бы обратить внимание, что у нас к 1 июля 2017 года должно быть зарегистрировано, перерегистрировано порядка 10 тысяч новых контрольно-кассовых аппаратов, да, то есть, внушает. При том, что количество инспекций у нас ограничено, количество налоговых инспекторов тем более у нас ограничено, да, вот, если вы будете это регистрировать не в электронном виде, как мы уже сказали, да, через сайт оператора фискальных данных или наш сайт, то вам придется идти в инспекцию, то есть, для того, чтобы не было очередей, мы призываем заблаговременно уже сейчас начать предпринимать все возможные действия, да, потому что вот по состоянию на последнюю дату, буквально вот на вчерашнюю дату, только порядка 700 единиц контрольно-кассовой техники у нас с вами перерегистрировано, то есть, не дожидаемся очередей. Пока мало. Да, да, да и, в общем-то, все-таки рекомендуем в электронном виде, чтобы инспекцию, скажем так, да, не посещать и время свое не тратить, но действительно надо уже шевелиться. Спасибо вам большое за беседу. Телезрители напомню, что в гостях у нас сегодня был начальник отдела по работе с налогоплательщиком управления Федеральной налоговой службы в Рязанской области Алла Кондакова. Спасибо за внимание, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова